Доброе утро, друзья! Как же здорово было в школе! Сегодня вспоминаем школьные времена, а как прекрасно было дожидаться лета, чтобы отправиться в лагерь. Такие большие летние каникулы, почему бы не провести их в лагере. Кстати, ты знаешь, что сейчас при поддержке губернатора Свердловской области все больше детей отдыхают в лагерях? Так. Все подробности расскажет наш гость, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк. Доброе утро, Евгений Михайлович! В Свердловской области действует утвержденная главой региона программа по развитию материальной базы загородных лагерей с 2022 года. Оздоровление и организация занятости детей в летние каникулы определены губернатором Евгением Куйвышевым приоритетным направлением. В 2024 году разными видами организованного отдыха будут охвачены более 460 тысяч ребят. На эти цели по решению Евгения Куйвышева из областного бюджета выделено более 3 миллиардов рублей. Расскажите, наверное, статистика некая, уже известно, сколько детей побывали в лагерях в 2023 году и сколько планируют отдохнуть в этом? В прошлом году отдохнуло 474 тысячи ребят, наших уральцев. В этом году не менее такой же цифры ожидаются. Я хочу сказать, что областной закон у нас и при поддержке губернатора, безусловно, мы финансирование на оздоровление детей ежегодно увеличиваем, более чем на 200 миллионов, что позволяет ежегодно цифру в охвате и оздоровлении наших детей увеличивать где-то тысяч на 10, на 15. Поэтому плановые показатели у нас есть не ниже предшествующего года, но я точно уверен, что еще больше наших уральцев смогут побывать и на Черном побережье, и на Черноморском побережье, и отдохнуть, конечно же, в наших лагерях. Потрясающе. Вот есть программа, да, вот благодаря какой программе ежегодно удается организовывать отдых для детей? Конечно же, у нас есть и концепция развития детского отдыха, и, безусловно, есть отдельные проекты, такие как и «Поезд здоровья», который позволяет точно так же отправлять организованные группы детей на Черноморское побережье. И хотелось бы тоже отметить, что благодаря этому мы дополнительно увеличиваем тоже охват такой формой. В этом году планируется порядка вот восьми составов отправить. Символично, что это все стартует и с начала июня, в День защиты детей, это очень важно. Символично, что это будет. А сколько всего лагерей задействовано в организации отдыха? Уже на сегодняшний день в реестр включены 1308 лагерей, оздоровительных организаций, различных форм. Безусловно, этот реестр будет пополняться, потому что мы его обновляем каждую неделю и ожидаем еще значительное увеличение. Время еще есть. Да, время еще на подготовку есть. И у детей еще пока не спешите, как говорится, в лагерь уезжать. Еще не все сделали сами. Поэтому лето не за горами, и лагеря тоже. Как будет организован отдых для детей? И, может быть, будут какие-то тематические смены организованы? Отдых, как всегда, у нас уральские каникулы всегда интенсивно проходят. И действительно даже на федеральном уровне отмечают, как мы интересно организовываем смены для ребят. Ну, безусловно, движение первых и Орлята России это такие для нас уже второй год будут такие ключевые, насыщенные смены, направленные на те реализацию проектов, которые происходят в данных движениях. Кроме того, мы, конечно же, безусловно, всегда и по технической направленности проводим смены, физкультурно-спортивной направленности, художественной. То есть, по большому счету, для детей у нас в Свердловской области раскрыт различный спектр реализовать свои таланты и способности. Здорово. Вот вы сказали про поезд здоровья. Восемь, кажется, вы сказали составов, правильно? Да, восемь составов. Это порядка 4658 детей в этом году отправлено, что на 200 ребят больше, чем в прошлом году. Здорово. 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 Можно ли еще подать заявку и обеспечить ребенку поездку в лагерь, или набор уже закрыт? В отдельные лагеря еще набор осуществляется, и по отдельным сменам. Здесь, конечно, надо смотреть на порталах муниципальных, при органе исполнительной власти, координирующем деятельность, это чаще всего управление образованием, либо на сайте администрации. Подробно есть информация, можно посмотреть, в какие лагеря есть свободные места. Для информирования также у нас есть портал «Уральские каникулы», который работает и насыщается постоянно информацией. Кроме того, самую такую горячую информацию могут также родители в идентичных социальных сетях тоже получать. Итак, вкратце. Подведем итоги. Да, портал «Уральские каникулы», сайт администрации. И когда стартует еще раз сезон? Ну, по большому счету, начинается у нас в начале июня. Это традиционно. Мы, как я уже отметил, к первому июня, в День защиты детей, это достаточно для нас символично открываем. Хотя уже по большому счету, и весенние смены тоже состоялись. в лагерях. Поэтому этот такой процесс круглогодичный, оздоровление наших детей, и уже идет полным ходом. Но, конечно же, то, что касается получения заряда солнечного такого летнего отдыха, это вот июнь, июль, самые жаркие периоды, август. Поэтому потихонечку, полномерно, лагеря всей Средневековской области будет включаться в этот процесс. Ну все, здорово. Готовимся к летним каникулам, ищем всю необходимую информацию и отправляемся отдыхать. Спасибо вам большое. Да, при поддержке губернатора Евгения Куевышева Свердловской области. У нас в гостях сегодня был заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Берюк. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.